Сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Химки, а также лидер движения общественной поддержки Михаил Раев. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Химчане вас знают как депутата Совета депутатов, а также общественного деятеля, но мало кто из них догадывается о том, что вы еще и спортсмен, чемпион, автогонщик. Расскажите нам, пожалуйста, как вам удается все это совмещать и где вы берете силы? Силы – это у нас все-таки закалка с детства. Я вырос в очень большой семье. Мой отец – седьмой ребенок в семье. У моей бабушки и дедушки было у нас 15 внуков. Нас, конечно, на лето отправляли в деревню к ним отдыхать. Ну, что такое деревня, понятно, приходилось помогать. В общем-то, дедушка с бабушкой несли большую лепту в наше воспитание, приучая к общественно полезному труду. А что касается автоспорта, ну, многие мальчишки в детстве мечтали стать гонщиками, кто-то летчиками, кто-то космонавтами. После службы в армии, когда я вернулся, я, в общем-то, воплотил в жизнь свою мечту. Занимался мотокроссом, потом автоспортом. Я выступал за команду «Химки Моторспорт». В 2012 году я стал бронзовым приземлем чемпионата России, а в 2013 году мне было присвоено звание мастер спорта. Знаете, жизнь очень короткая, и терять время лежа на диване в выходные дни, ну, я считаю, что это преступление. Как только бывает свободная минута, конечно, я выезжаю на кольцо, вот, и тренируемся. Готовясь к программе, я почитала вашу биографию и узнала, что вы служили в ВДВ. И даже сейчас вы продолжаете взаимодействовать, вот у нас есть в «Химках» объединение десантников «Сова», и вы продолжаете с ним взаимодействовать, как-то воспитываете ребят. Расскажите, так, лет, и как это происходит? Десять лет назад мы познакомились с Кириллом Игорем, он был один, он основатель этого клуба, называется «Военно-патриотическое обвинение Сова». Мы с ним пообщались, мне очень понравилась идея, вот, идея в основном-то заключалась в том, чтобы забрать детей с улицы, и чтобы они занимались спортом, были на глазах у нас, потому что у нас занимаются разные дети, вот, возраст у нас от 10 до 18 лет. Многие дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которым нужна мужская поддержка, нужен совет. Наши воспитанники уже сегодня служат в спецпоразделениях, МВД, ФСБ, вот, многие служат полиции. Если мы не будем воспитывать молодежь сами, ее никто, кроме нас, не воспитает. Михаил Михайлович, вы не первый созыв являетесь депутатом Совета депутатов городского округа, люди вам доверяют. Вот и на предварительном партийном голосовании вас также поддержал очень много химчан. Расскажите о своей депутатской деятельности. Я 20 лет уже представляю интерес химчан в Совете депутатов. Ну, я отмечу, наверное, два основных направления. Это законотворческая деятельность в Совете депутатов, и основное, это, конечно, работа с моими избирателями, вот, и с населением в целом. Ну, это моя обязанность, помогать людям. Вот, для этого меня избирали. То, что касается законотворческой деятельности, конечно, основное, это формирование бюджета. У нас химкан в бюджет, он социально направленный. У нас много строится поликлиник, школ, садов. За пять лет в городском округе построили шесть новых поликлиник. Десять школ, двадцать детских садов, десять спортивных комплексов. Совсем недавно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» на улице Мичурина. Запланирован ремонт бассейна «Родина». За счет средств местного и областного бюджетов обновляются объекты в сфере культуры. В театре «Наш дом» была отреставрирована большая сцена. Открыт музейно-выставочный комплекс «Артишок». Город интенсивно развивается. Каждый год он становится лучше и лучше. Все, что в наших силах, по возможности, мы делаем. Особенно хочу отметить важную меру социальной поддержки. Ежегодно на решение Совета депутатов наши ветераны освобождаются от коммунальных платежей. Все расходы по их компенсации идут за счет городского бюджета. Сегодня работа ведется интенсивнее. И в рамках движения общественной поддержки был создан новый алгоритм решения вопросов. То есть это обсуждение насущных вопросов с химчанами в режиме «здесь и сейчас». Но я из недавних примеров могу привести благоустройство прилегающей территории детскому саду «Чебурашка». Установка игрового спортивного оборудования во дворе. Ремонт сцены в детской школе искусств. Ремонт сцены в ДК «Ферсановка». Капитальный ремонт зала греко-римской борьбы в 24-й школе. Также обеспечение столами для игры теннисов «Фока юбилейный» подрезково. Это вот то, что было по инициативе жителей сделано совместно с лидерами общественной поддержки и с руководством города. Михаил Михайлович, вы являетесь лидером движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Вот как по-вашему, каковы его главные задачи? Весь проект, в общем-то, вырос из проекта «Химки. Интересно жить». Активисты проекта в первую пандемию, объединившись, помогали людям, которые находились на карантине, людям старшего возраста, 60, плюс кому нельзя было покидать квартиры, помогали им с доставкой медикаментов, продуктов. Вот. Изначально, конечно, «Химки. Интересно жить» проект был создан для того, чтобы организовать мастер-классы, организовать встречи по интересам. Вот из этого все выросло добровольческое движение, волонтерское движение. Уже после люди начали общаться, обсуждать уже проблемы насущные города, там, ремонт и подъездов, благоустройство дворов, ремонт и дорог. Поэтому был создан сайт голосования, он называется «Хижонлайн». На этом сайте были сгруппированы все инициативы, все пожелания граждан. А чтобы нам определить, в первую очередь, какая инициатива важнее, какой нужно, значит, каковы нужно дать приоритет, было принято решение сделать голосование. На сегодня химчане сами определяют первоочередность той или иной инициативы. И мы уже знаем, что нужно конкретно жителям. Как, по-вашему, какая из инициатив, выдвинутых химчанами, самая важная, вот одна из самых важных? Инициативы все важные, они все касаются жизнеобеспечения города и работы города. Город – это живой механизм. Важно, значит, чтобы были хорошие дороги, важно, чтобы во дворах было красиво и чисто, но вот важно, чтобы были места для занятия дворовым спортом, массовым спортом. Какие инициативы уже удалось реализовать? Ну, благоустройство дворов, естественно, замена асфальтного покрытия, вот, ремонт и подъездов. Потом, значит, я считаю, что вот одна из таких ярких инициатив была от населения сократить время проезда от левого берега до Старых Химок. Поэтому была одна из предложений, инициатив, предложение пустить речной трамвай. На сегодня он запущен, он работает. Добираться на земном транспорте – это 40 минут, а если добираться в водном – 7 минут. Месяц назад в культурном центре «Артишок» прошла презентация проекта в виртуальном музее 1941-1945 «Все для фронта, все для победы». Вы, в числе волонтеров, создавали этот проект. Расскажите, что для вас значит вот такого рода работа? Данный проект тоже был предложен активистами движения «Химкин. Интересно жить», посещая людей старшего возраста. Там были ветераны войны и участники Трудового фронта. Но все равно какие-то беседы завязывались все-таки. И вот пришла мысль создать виртуальный музей, то есть записать живые голоса, истории людей, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, вековали победу в цехах заводов. Хочу сказать огромное спасибо активистам движения «Химкин. Интересно жить», они это начали и больше всех это их заслуга, что этот проект состоялся. Потом, после их предложения, проект был озвучен главе городского округа, он его поддержал, что позволило его вывести на более высокий уровень. Великая Отечественная война – это, конечно, великая трагедия нашей страны. 12 тысячам солдатам и офицеров во время Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза. Это высшая награда государства. 11 человек из них – это химчане, наши земляки, которые были удостойны этой награды. Вот даже если взять каждого в отдельности, ни один учебник истории сможет уместить историю про одного человека. Вот поэтому была эта идея создать виртуальный музей. Туда загрузили все материалы. Любой может открыть, прочитать, послушать то, что ему интересно. Ну а наша самая главная задача – сохранить всю нашу историю для наших потомков, для внуков, для правнуков. Если мы не будем чтить свою историю, мы не будем уважать свою сторону. Мы ее очень уважаем. Поэтому я считаю, что это уникальный проект, и он, по-моему, только у нас презентовался только в химках. Михаил Михайлович, в конце нашего интервью, что бы вы хотели пожелать зрителям? Хотел бы пожелать одно. Во-первых, всем крепкого здоровья в условиях пандемии. И да, чтобы как можно меньше было этих заболеваний, чтобы скорее-то все закончилось. Вы знаете, я нам еще приведу один пример. Мы общались с ветеранами «Энергомаша». Ими была выдвинута инициатива обновить аллею героев славы. То, что у нас находится в Старых Химках. Вот эта инициатива была услышана. Услышана лидерами движения общественной поддержки, руководителями «Энергомаши», руководством города. Был организован «Субботник». Все мы там совместно привели в порядок, я лично участвовал. Обновили все фотографии. Все это подготовили к празднованию Дня Победы. И у «Энергомаши» был великий праздник. 60 лет полета в Юрию Северной в космос. Вот, поэтому, только объединившись, мы сможем решить многие задачи в городе. Инициатива граждан, их небезразличность к своему двору, улице, городу может сделать наш город лучше и комфортнее для проживания. Михаил Михайлович, я благодарю вас за интервью и за то, что вы нашли время ответить на все наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо.